Почему Динара Назарбаева больше не вдохновляет Тимура? Я постоянно оказываюсь как-то всегда в нужное время, в нужном месте. Почему её не смог заинтересовать король Швеции Карл? Я спросила его, чем он занимается, он мне сказал, по чуть-чуть всем. Я поняла, что он не занимается ничем, поэтому села к нему вот так вот, буквально спиной. Девушка, достойная королей. Откровение от Годи Ашкинади. Смотрите только в эфире телеканала КАПлюс. Гроздья гнева. Это они довели нас до такого состояния, проигнорировав все наши требования. Они выгнали нас на улицу. Самая масштабная за последнее время акция протеста казахстанских нефтяников. 10 тысяч бастующих, свыше 100 уволенных и один арестованный юрист профсоюза. Что за такое безразличие? Откуда это чёрствуется? Ищите женщину. Наталья Соколова обвиняется в разжигании социальной розни. Письмо президенту. А он молчит. И это непонятно общественности. Он просто не хочет реагировать или у него нет аргументов, чтобы опровергнуть. От Нурсултана Назарбаева ждут ответа на вопросы о его причастности или непричастности к похищению и убийству оппозиционного политика Алтымбека Сарсимбаева. Чтобы общество было спокоен, он, я думаю, должен ответить. Молчание будет принято как знак согласия с прямыми обвинениями бывшего президентского зятя Рахата Алиева. Белые одежды. 31 мая оно не должно быть днём воспоминаний. Это должен быть чёрный траурный день. В Казахстане поминали жертв политических репрессий. Только в 57 году мы узнали, что его расстреляли ещё в 38-м. Они были со своим народом там, где их народ к несчастью был. Российская Федерация должна попросить прощения у казахского народа. Программа «Власть Киезет» на канале КАПлюс. Акценты, тенденции и лица минувшей недели. Студия Аслабек Абдулов. Здравствуйте. Забастовка нефтяников в Мангыстау, длившаяся почти месяц, постепенно сходит на нет. Максимум, что удалось бастующим, добиться встречи с главой области, озвучить ещё раз свои требования и передать письмо на имя президента страны. Нефтяники требуют немедленного освобождения юриста Натальи Соколовой, прекращения уголовного дела в её отношении за разжигание социальной розни, восстановление на работе уволенных профсоюзных активистов и удовлетворение всех требований бастующих. Местные власти в ответ рекомендовали бастующим наладить конструктивный диалог с работодателем, что в принципе уже невозможно. В течение недели китайские управляющие уволили свыше ста участников акции протеста. Трагедией для всех стала смерть работника Каражанбас Мунай Сабита Кинжибаева, умершего в результате сердечного приступа после вызова на ковёр к руководству компании, где его обвиняли в пособничестве бастующим и требовали от него списки непокорных. Промежуточный итог – самое массовое за последнее время забастовки рабочих в стране. Около 10 тысяч участников, один умерший, 125 уволенных, один человек за решёткой. Женщина – юрист Наталья Соколова. Гражданская лирика эпохи Ельбасе. В поэзии бастующих нефтяников на западе страны – взывание к справедливости. Об иностранных корпорациях, о местных коррупционерах и о безразличии власти их рифмы. Но лейтмотивом на протяжении всего произведения, размещенного на одном из казахстанских сайтов, звучит классическое «Оян, казах, просыпайся, народ». Протестные выступления в Магистаусском регионе длятся почти месяц. 8 мая бастующих Каражанбас Мунай потребовали переизбрания профсоюзного лидера и повышения заработной платы. Недовольство рабочих спровоцировало вмешательство руководства предприятия в политику профсоюза. В ответ администрация пошла на увольнение. Я не нахожу объяснение, почему такое безразличие к своим же работникам, которые голодают с 8 мая, они находятся на опасных объектах, выходят каждый день на работу, сталкиваются с очень тяжёлой работой, их не обследуют медики. Что за такое безразличие? Откуда это чёрствовать? Похожими методами, словно по шаблону, руководство другой компании, Ярсай Каспиен Контрактор решала конфликт со своими рабочими. Здесь нефтяники требовали пересмотра трудовых контрактов, чтобы и местным рабочим платили так же, как и иностранным, а их интересы защищал независимый профсоюз. Среди вас есть небольшая кучка зачинщиков, которые используют вас, которые используют ваши, своих интересов. Если вы хотите дальше работать, я призываю вас всех вернуться на рабочие места завтра утром. Если этого не произойдёт, я вас предупредил. В 2009 году мы 19 дней стояли здесь, бастовали, но ничего не добились. Руководство Узень Мунайгаза так и не выполнило наши требования. Пересмотра трудовых отношений 26 мая потребовали и нефтяники Узень Мунайгаза, подразделение разведкодобычи Казмунайгаз. В ответ руководство распространило пресс-релиз, где назвало требования рабочих необоснованными, заявив, что в Узень Мунайгазе нет окладов ниже 200 тысяч тенге. К тому же компания из-за затянувшейся забастовки терпит убытки. Ежедневная добыча нефти снизилась с 5,5 до 5 тысяч тонн. Конечно, мы не можем сегодня допустить увеличение просто заработной платы. По требованию сегодня в регионе, в Мангуставском регионе, заработный клад самый высокий у нефтяников. Она даже больше, чем у работников в Западной Сибири, нефтяных работников и других регионов. Мы считаем, что забастовка сегодня незаконная, как признана судом. На трёх постующих предприятиях уже уволено больше 150 рабочих. 17 человек из тех, кто голодал, в тяжёлом состоянии доставлены в больницы. Пострадали и те, кто сочувствовал рабочим. Сабит Киндибаев, начальник транспортной колонны Аргмак Транссервис, обслуживающая Каражанбас Мунай, умер после разговора с начальством. От него требовали предоставить список бастующих, которых нужно уволить. А на Наталью Соколову, юриста Каражанбас Мунай, уже отсидевшей больше 10 суток в СИЗО, прокуратура намерена возбудить уголовное дело по статье «Разжигание социальной розни». Я вот одного не пойму. Правительство, избранные нами депутаты, парламент, Акимат, никто из них к нам не приезжает, чтобы на месте понять, что происходит. Это они довели нас до такого состояния, проигнорировав все наши требования. Они выгнали нас на улицу. Пока нефтяники шли на крайние меры, в Нижней палате парламента пытались определить границы дозволенного для казахстанских депутатов. Запоздалая реакция на обвинение их коллеги Ирака Еликеева в имертности мажелиза последнего созыва. Я не согласен с его мнением. То, что здесь все молчат, и только он один говорит. Так нельзя. Я думаю, это с вашей стороны некорректно. Полагаю, что трибуну парламента нужно использовать прежде всего по назначению. И я думаю, дорогие мои коллеги, пусть каждый занимается своим делом. От этого будет только польза нашему обществу. Народных избранников от Мангистауской области среди рассуждающих не оказалось. Двое из них пребывали в загранкомандировке, еще одна на больничном. Но даже после прибытия в столицу депутат Зинулал Шимбаев не захотел говорить про своих земляков. Он только вчера приехал с Брюссиля. А сколько он там был? Неделю был. Неделю был. А за неделю много что не изменится. Он ничего не знает абсолютно. Я вчера по будьте ему только сказал. Так что он ничего абсолютно не понял. Из тех, кто все-таки решился заговорить на заданную тему, сенатор Женсиит Сарсенкулов. Но он к нефтяникам не поедет. Сенатор предпочел узнать о ситуации на месторождениях от руководства Казмуна и Газа. Когда забастовка была, мы депутаты Макстанского из Можилиса с Сенатом встречались с руководством РДМ и Газа. РДМ и Газа специалисты читают нормально. Сейчас работает комиссия и суды, и правоохранительные органы. И потом подождем, как будет. В Министерстве труда и социальной защиты населения, которое ответственно за выполнение трудовых обязательств работодателей, изучили ситуацию только на бумаге. К нефтяникам из министерства тоже никто не поехал. Документы показали о том, что там нет нарушений трудового законодательства. Минимальный стандарт оплаты труда соблюдается. Все коэффициенты, которые положены по законодательству, все выдается. Единственное требование – просто повышение зарплаты. Тем временем на месторождениях ситуация еще больше обострилась. В защиту нефтяников «Ерсайка спинконтрактор» выступили матери и жены протестующих. Они отрезали дорогу к вахтовому поселку. Я вот как литерат, я хочу сказать, мы вот как раненые волчицы. Понимаете, когда волчица отбирает ребенка, она начинает мстить. Мы на своей земле, здесь не казахи с казахами воюют. Мы не можем спокойно наблюдать за тем, как братья и сестры впадают в рабство. Мы не смиримся с этим. А в стане голодающих претензии к работодателю из исключительно экономических плавно перетекли на политические. Здесь уже говорят о дискриминации казахской нации как таковой. Для них наши государственные праздники ничего не значат. Науры, Скурбан, Байран – для них обычные дни. Они не уважают традиции казахского народа, тогда как на Рождество у них специальное меню. Даже вино в этот день дают своим соотечественникам. Нефтяники Узинь Муная-Газа дополнили свои требования еще четырьмя пунктами, среди которых национализация нефтедобывающих предприятий Магистауской области и повышение окладов бюджетникам. Кроме этого, рабочий Узинь Муная-Газа, объединившись с нефтяниками Каражамбас Муная, требует освободить юриста Наталью Соколову. На 25-й день забастовки нефтяники вышли за пределы месторождения и заявили о себе уже в областном центре. Мы пришли, чтобы обратить на себя внимание властей. Через Акима мы хотим выйти к президенту. Пусть он знает о наших проблемах. Нашего юриста держат в тюрьме. Сколько людей уже попали в больницу, сколько человек находится в подвешенном состоянии, сколько людей уже уволили. В такой ситуации они не имеют права увольнять. Пока наших ребят обратно не примут на работу, мы будем продолжать забастовывать. Люди вышли, Акима нету, да? А сколько вас сейчас, сколько собралось примерно людей? Около двух тысяч. Сопредседатель социалистического движения Казахстана Инур Куруманов на постоянной связи с бастующими. Он уже знает, что Аким Ангистауфской области не вышел к петингующим. Ведь и глава государства, принимая на этой неделе, руководителя Казмонной газа Каиргельды Кабулгина, официально обошел тему бастующих нефтяников. Пресс-служба распространила видео этой встречи без звука, а в пресс-релизе указала лишь производственные показатели компании. Но, по мнению Куруманова, встреча организовывалась не только для этого. Видимо, все-таки главная причина встречи именно то, что происходит сейчас в трудовых коллективах на Гоставской области. И речь шла, видимо, только об этом. Все-таки опробируется и продумывается силовый вариант в отношении бастующих. Бастующим нефтянникам Казахстана о своей солидарности объявили Профсоюз нефтянников Великобритании, Международной конфедерации металистов, Комитет за рабочий интернационал. На следующей неделе они намерены петитировать посольство Казахстана в России и в ряде европейских стран. Да, конечно, власть мог попытаться испугать людей. Но вы знаете, что испугание – это время них. Можно испугать сегодня, а червик будет еще злой. И еще завтра испугать он будет еще злой. А потом будет такое время, когда они вообще испугать людей больше не могут, а будет просто взрыв недовольствия, и весь система будет исчезать из стран. В своей стране взывания к справедливости от бастующих нефтяников таки остались неуслышанными. Боль, доведенных до отчаяния людей, отзывается в казахской степи только эхом. Сотни уволенных и арестованная Соколова, которой грозит тюремный срок, по такой тяжелой статье, как разжигание социальной розни, придают забастовке дополнительные смыслы. Лозунг «Свободу» у Натальи Соколовой может стать объединяющим, если, конечно, нефтяники не сдадут ее и не забудут, с какой самоотверженностью она боролась за права рабочих, и чем теперь за это ей приходится расплачиваться. Власти Казахстана однозначно стали на сторону китайской управляющей компании. Инвесторы из Поднебесной в последнее время для АКОРД в ранге священной коровы. Никакой официальной реакции Астаны на масштабную акцию протеста не последовало. Но по косвенным признакам очередная забастовка нефтянников ее изрядно нервирует. Видимо, поэтому Нурсултану Назарбаеву на минувшей неделе ничего не нравилось. Даже любимая Астана с ее архитектурой, качеством строительства, подготовкой к отопительному сезону и ростом продовольственных цен. Критика президента звучала на совещании по развитию столицы. И столичный мэр Тасмагомбетов, кажется, был к ней не готов. Он подавленно брал на карандаш замечания. Ситуацию пытался разрядить премьер Масимов. С присущим ему сладкоречием и вальяжностью он пообещал президенту Назарбаеву. Мы вместе с Акиматом все сделаем для того, чтобы Астана стала городом 21 века, гордостью нашей страны и премьером для всего Казахстана, для всего мира. Пафосно, заметил Назарбаев на обещании премьера. Теперь наступила очередь потупиться Масимову. Обычный эльбасы на публике всегда дает понять, что души не чает в своем премьер-министре. А тут упрек пафосности, что тоже само по себе новость. Президента стал раздражать пафос, хотя именно на нем зиждется вся риторика его политического режима. Можно предположить, что таким косвенным образом Назарбаев высказал недовольство частыми забастовками и другими признаками кризиса. Расслабленность премьер-министра кажется неуместной в такой ситуации. А увеличенность самопиаром в социальных сетях вкупе с увеличением аффилированных с ним медиа-активов может оказаться пагубной. Как известно, Назарбаев долго не терпит премьер-министров, ставших крупными медийными персонажами. Так было с Акижаном Кожигельдином и так будет со всеми. Вряд ли Карим Масимов, прозванный в сетях Масяне, станет исключением из правил, если вовремя не подкорректирует модель своего поведения. Вот так теперь проходят еженедельные заседания в правительстве. Министры стремятся побыстрее проскочить через металлические рамки и не попасть в объективы телекамер. Ровно в 10.00 двери закрываются и видеооператоры остаются скучать в коридоре. После тележурналистам раздают пару минут видео. И то в формате немого кино. А чтобы в кулуарах получить комментарии, надо в буквальном смысле догнать убегающих чиновников. Получается далеко не всегда. Премьера и вовсе показывать нельзя. С конца прошлого года на лицо Масимова в эфире негласная табу. Максимум общий план и никаких комментариев. Карим Кожимканович компенсирует это активным присутствием в интернете. Вот такой вот виртуальный премьер. В 2009 он создал свой микроблог и обязал всех министров последовать его примеру. В начале нынешнего года появился целый сайт, где только Масимов и только о Масимове. Здесь можно узнать его биографию. Например, что он доктор экономических наук и свободно владеет английским, китайским и арабским языками. Здесь каждый его шаг. Заседание в правительстве, интервью иностранным журналистам, официальные и неформальные встречи. Твиттер, Миттер, Фейсбук, еще чего-то. Это просто так. Поприкалываться. А на серьезные вопросы, которые волнуют общество, меня волнуют, ответов у него нет. Ему задают вопрос. Китайская экспансия, он виноват. Он Китая ведет, он несколько лет в Китае работал, да? Тишина. Сопредседатель партии ОСДП Азад Булатабилов Карима Масимова знает уже лет 20. Говорит, никогда бы и не подумал, что однажды Масимов станет премьером. И так надолго. Я думаю, он не обидится. На самом деле он нигде себя не проявлял. То есть он был человек всегда второго плана. Человек всегда очень тихий. Даже такая деталь, он никогда, слух не смеется. Просто вот человек смеется беззвучно, да? Наверное, это школа, может быть, КНБ, еще чего-нибудь, да? Совершенно секретно. Личное дело спецагента под псевдонимом Нурпану. Был завербован Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан 16 июня 1992 года для использования в интересах разведки. Характеристика. Спокоен, трудолюбив, легко сходится с людьми, мысли излагает четко. Обладает приятной внешностью, одевается аккуратно. К органам КНБ относится с уважением. Спецагента КГБ под псевдонимом Нурпану Карим Масимов вербовался еще будучи учеником 10 класса. А с 1992 по 1995 годы, работая как предприниматель в Китае, шпионил в интересах казахстанской разведки. Нурпану представил несколько наводок на китайских граждан, подозреваемых в причастности к спецслужбам КНР. И иностранцев, представляющих интерес для разведки. Им добыт ряд информационных материалов по внешнеэкономической тематике в сфере казахстанско-китайских отношений. Во второй половине 90-х по личной просьбе Карима Масимова освободили от агентурной деятельности, переведя в категорию доверенных лиц для дальнейшего использования как эксперта-консультанта. А личное дело агента Нурпану в марте 1997 года сдано в архив. С начала 2000-х карьера чекиста резко пошла вверх. Председатель правления Народного банка, министр транспорта и коммуникаций, заместитель главы Кабмина, помощник президента. Я помню, когда он был министром, а я был депутатом, то первое выступление Карима Масимова на посту министра транспорта в парламенте было просто провальное. Просто провальное. Он не мог ответить ни на один вопрос. Вместо него вышел руководитель департамента, Карим мямлил, извинялся, что он не готов. Беззвучный смех и отсутствие политических амбиций позволили Масимову стать долгожителем в ряду казахстанских премьеров. Он может работать столько, сколько даст ему возможности работать президент. Ему лишь всего чуть больше 40 лет, поэтому я не считаю, что он такой отработан. Вопрос в том, что у него нет новых идей, это другой вопрос. А то, что быть чисто техническим премьером, это, конечно, я думаю, он еще сможет долго работать, долгий срок. Кабинет Масимова принял множество программ, впрочем, таких же виртуальных, как и сам премьер. К примеру, на питьевые воды было выделено 2,5 миллиарда долларов. Деньги уплыли, а казахстанские поселки по-прежнему без воды. Вместо этой проваленной программы на ближайшие 10 лет принята новая Акбулак, где новые бюджеты, но все те же обещания. Мы такую задачу сейчас ставим, через 10 лет полностью все сельские населенные пункты, в Казахстане все города обеспечить чистой питьевой водой. Причем не просто водой с колонки, а довезти каждому в дом чистую питьевую воду. Сколько лет правительство решает проблему с водой, столько же и пытается помочь малому и среднему бизнесу. Спрыгнуть с сырьевой иглы и развивать перерабатывающую промышленность пытаются с помощью программ «Дорожная карта бизнеса», «Производительность» и «Экспортер». Но пока, к сожалению, мы еще не увидели реальную помощь. Пока только на бумаге. Сегодня у правительства новая игрушка – программа форсированного индустриально-инновационного развития. Даже гимн индустриализации уже написан. В отличие от многих других программ, по которым мы жили в предыдущие годы, это все скоррелировано с проектами нашего бюджета, с финансами. То есть это не благие пожелания. В свое время так пиарилась только программа 2030. Сегодня о ней уже не вспоминают. Астана сверяет часы по новой бумаге – стратегии развития Казахстана до 2020 года. Именно до этого срока не так давно группа инициативных граждан предлагала продлить на референдуме полномочия Назарбаева. Мол, без него не наступит светлое будущее в казахских степях. Стиль правления Нурсултана Абишевича и его команды – это рисование глянцевых картинок и их развешивание в степи. Но степной ветер не приспособлен для… не может соседствовать с глянцевыми картинками. Он их сдувает. А поддерживает кисточку и подает краски и эльбасы. Его верный подданный премьер Масимов. Всем в пример. Самый виртуальный премьер. Нурсултан Абишевич, я думаю, меня ничего не может заболновать. Оказывается, это очень волнительный момент. Ольга Станина, Талабжакупов, Казахстан, Астана. Возвышение и политическое долголетие премьера Масимова можно объяснить чувством глубокой благодарности, которую испытывает к нему президент Назарбаев за удачный для него исход дела Казахгейт в США. Работая с 2003 по 2006 помощником президента, Масимов основное время проводил за океаном, нанимая лоббистов, призванных увезти Назарбаева от Нюане следствия и суда по делу Казахгейт. Что, в принципе, удалось во многом благодаря связям в Вашингтоне международного лоббиста болгарского происхождения Мирчева. Фильм об этом теперь уже не тайном советнике Ельбасе, который своего клиента назвал Суперханом и расписал одноименный политический проект, скоро будет показан на канале К+. Ну и после Казахгейта у президента Назарбаева поводов для опасений и тревог не поубавилось. Об этом смотрите в заключительной части нашей программы. Письмо президенту. А он молчит. И это непонятно общественности. Он просто не хочет реагировать или у него нет аргументов, чтобы опровергнуть. От Нурсултана Назарбаева ждут ответа на вопросы о его причастности или нет причастности к похищению и убийству оппозиционного политика Алтенбека Сарсимбаева. Чтобы общество было спокоен, он, я думаю, должен ответить. Молчание будет принято как знак согласия с прямыми обвинениями бывшего президентского зятя Арахата Алиева. Белые одежды. 31 мая оно не должно быть днем воспоминаний. Это должен быть черный траурный день. В Казахстане опоминали жертв политических репрессий. Только в 57-м году мы узнали, что его расстреляли еще в 38-м. Они были со своим народом там, где их народ к несчастью был. Российская Федерация должна попросить прощения у казахского народа. На эти темы мы поговорим через пару минут в еженедельнике «Власть Киезет». Почему Тимур Кулебаев предпочитает Гогу, своей супруге Динари? Я считаю, что я уникальная в своем роде. Это вам не серая мышка. Какие мне годы? Яркая и гламурная Гога дружит с принцами. Ну, Эндрю все знают. Конечно. Смотрите шокирующие откровения в эфире телеканала КАПЛЮС. 27 граждан Казахстана, оппозиционные политики, общественные деятели и журналисты обратились с открытым письмом к президенту Назарбаеву. Они требуют от Ельбасе официального заявления о непричастности к организации похищения и убийства Алтымбека Сарсимбаева, Василия Журавлева и Бауржана Байбусына 13 февраля 2006 года. Или признание своей вины и немедленной отставки с должности президента Республики Казахстан. Поводом для обращения стало заявление Рахата Алиева, который недели ранее прямо обвинил своего бывшего тестя в организации убийства известного казахстанского политика, бывшего министра информации и секретаря Совета Безопасности Казахстана Алтымбека Сарсимбаева и двух его помощников. Молчание – знак согласия. 27 известных общественных и политических деятелей Казахстана потребовали от президента Нурсултана Назарбаева прервать молчание и дать публичные разъяснения по поводу тройного политического убийства оппозиционера Алтымбека Сарсимбаева и двух его помощников. Господин президент, после прямого обвинения Рахата Алиева вы, как глава государства и гарант Конституции, не имеете права отмалчиваться, поскольку речь идет об авторитете страны. Мы, как граждане Республики Казахстан, требуем от вас официального заявления о непричастности к организации похищения и убийства Алтымбека Сарсимбаева, Василия Журавлева и Бауржана Байбасына 13 февраля 2006 года или признание своей вины и немедленной отставки с должности президента Республики Казахстан. Второй экземпляр письма был отправлен генеральному прокурору Австрийской Республики с просьбой официального разъяснения, действительно ли в следственных органах города Австрии заведено дело об организации тройного убийства на территории этой страны. 23 мая опальный экс-зять президента Рахат Алиев опубликовал на своем блоге заявление и еще раз напомнил факт, который уже приводил в своей книге. В курортном местечке Клагенфурд он стал свидетелем разговора между на тот момент спикером Сената Нуртаем Абыкаевым и Нурсултаном Назарбаевым. Во время конфиденциального разговора Назарбаев несколько раз произнес вопрос с Алтымбеком нужно решать немедленно. Я располагаю доказательствами, что убийство оппозиционного политика Алтымбека Сарсенбаева 13 февраля 2006 года было организовано следующими людьми президентом РК Нурсултаном Назарбаевым, председателем КНБ Нуртаем Абыкаевым, экс-председателем КНБ Нуртаем Дудбаевым, при участии генпрокурора РК Асхата Даулбаева. Проверить, существует ли в Австрии заявленное Рахатом Алиевым уголовное дело о причастности Нурсултана Назарбаева к организации преступления, попробовал казахстанский МИД и получил ответ от Федерального Министерства по международным и европейским делам, что по данному делу не проводилось никаких следственных действий. Однако, твердо опровергнуть факт существования папки с грифом «Секретно» в прокуратуре Клагенфурта не торопятся. Журналист Ермурат Бапи, один из подписантов заявления, вспоминает, что осужденный за убийство Рустам Ибрагимов давал показания в суде о том, что конечными заказчиками преступления были председатель Сената Нуртай Абыкаев и глава КНБ Нуртай Дудбаев. Рахат Алиев, как сегодняшний оппонент Назарбаева, в своем блоке и других информационных сайтах серьезные обвинения делает в адрес Назарбаева, а он молчит. И это непонятно общественности. Он просто не хочет реагировать или у него нет аргументов, чтобы опровергнуть. Единственный раз Нурсултан Назарбаев сделал публичное заявление по громкому политическому убийству. 3 марта 2006 года на заседании Сената. Тогда президент уведомил депутатов, что Ержан Утимбаев написал ему личное письмо, в котором во всем сознался. Таким образом, за пять месяцев до оглашения приговора суда глава государства официально проинформировал граждан о том, что принимает на веру версию Ержана Утимбаева об обиде на газетную статью и считает его виновным. Утимбаев уже все сказал и правоохранительным органам, и мне письмо написал. Говорит, никто меня не подталкивал. Я сам много лет обиду в сердце таил. И публикации вывели меня из терпения. Такое бывает. Однако жена Утимбаева, Людмила Тен, во время судебного процесса настаивала, что ее муж отказался от первоначальных показаний, что якобы он заказал Сарсенбаева, обидевшись на него за нелестные высказывания в газете. Три дня я сидела на суде, а когда вчера пошли на свидание с мужем, я узнала, что он даже не знает, что начался процесс. Да, он не высказывал желание присутствовать на этом процессе. Он мог бы быть это только по решению суда здесь присутствует. Но в конце концов, можно было бы ему сказать, что он начался, как идет. А в это время с него требовались заявления, в какую колонию ты хочешь. То есть это мне дает говорить право о том, что все это было заведомо уже, приговор уже был готов заведомо до подачи апелляционных жалоб. Тем не менее, Ержан Утимбаев был признан заказчиком преступления и получил 20 лет колонии с конфискацией. После приговора жена Утимбаева заявлений для прессы не делала. Бывший сенатор Зауреш Баталова говорит, что с назначенным заказчиком Ержаном Утимбаевым знакома по общей работе в бытность его руководителем аппарата Сената. Она тоже подписала оба обращения к австрийскому прокурору и казахстанскому президенту. Не может этот человек ни спланировать, ни быть организатором каких-то таких крупных мероприятий. Более того, я видела судебный процесс, я не участвовала, не ходила на сам процесс, но по телевидению. Я видела, какой-то сникший человек был. Он просто говорил то, что ему позволили сказать, потребовали от него сказать. Это мое такое мнение у меня сложилось. Общественники считают, что ответы на все вопросы есть как минимум у одного человека, лидера нации, и требуют от него официального заявления. Я лично ожидаю, что президент будет отвечать, или если он действительно гарант Конституции, наш гарант, и чтобы общество было спокоен, он, я думаю, должен ответить. Брат Алтенбека Сарсенбаева, Респек, тоже подписал обращение, но от комментариев пока воздерживается. Между тем, Рахат Алиев утверждает, что все исполнители заказа, кроме Ибрагимова и Утимбаева, уже на свободе. Родные погибших меньше всего хотели бы в это верить. В заключении открытого письма подписанты предупредили президента, что не примут ответы любых других государственных органов и представителей, так как они не могут знать всех обстоятельств разговора Нурсултана Назарбаева и Нуртая Абыкаева в австрийском городе Клагенфурт в феврале 2006 года. Диас Агбаев, Александр Платонов, Алматы, Казахстан. Авторы письма предупредили президента Назарбаева. Отсутствие ответа на вопросы будет означать, что публичное обвинение Рахат Алиева против Ельбасе публично не опровергнуто. Мало кто надеется, что Нурсултан Назарбаев удостоит их ответа. Но проклятые для него вопросы от этого никуда не исчезнут и будут подтачивать режимы в абсолютной власти, несмотря на весь его мощный репрессивный аппарат. Убийство оппозиционного политика Алтымбека Сарсимбаева было однозначно воспринято обществом как общенациональная трагедия, а официальная версия – лживой постановкой. Политические мотивы убийства убеждают людей в том, что Алтымбек Сарсимбаев повторил судьбу представителей первого поколения казахских интеллектуалов и подвижников, ставших жертвами политических репрессий. Официальные мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политической репрессии, в поселке Жаналок проводят традиционно. Трагическая музыка, цветы у монумента, повторяющиеся из года в год зазубренные выступления мелких чиновников из местного Акимата, а еще слезы тех, чьи предки были расстреляны, как враги народа. Сегодня великий день, великий день памяти, воспоминаний, боли, скорби всего казахского народа, который потерял огромное количество. Потрясающие интеллигенции людей образованнейших, культурнейших, людей, которые принесли Казахстану, несмотря на то, что они ушли безвременно, огромную пользу. В начале 20 века общественный деятель Ахмед Байтурсунулов в газете «Казах» писал, что население Казахстана составляет 6 миллионов человек. А по данным российского ученого Соложникова, который опирается на перепись 1911 года, казахов было больше 8 миллионов. После сталинских репрессий население Казахстана сократилось до 2 миллионов 400 тысяч человек. Историк Шмабек Ашула считает, что трагедию, которую массовые репрессии принесли казахам, необходимо причислить к преступлению против человечества. У украинцев был голодоморт. Тогда умерло 15% населения. У армян был геноцид 1915 года со стороны Турции. У евреев был холокост. Истории геноцида, своего народа эти страны поднимают на международный уровень. А мы даже у себя в Казахстане не уделяем этой проблеме должного внимания. От голода никто не умирал, как наш народ. 31 мая оно не должно быть днем воспоминаний. Это должен быть черный траурный день. В этот день все флаги по всей стране должны быть приспущены. Развлекательные мероприятия отменены. Сын классика казахской литературы Ильяса Жансугурова Саят много лет искал своего отца. Жансугуров был арестован в 1937-м. Тогда поэта обвинили в шпионаже в пользу Японии. Саят Жансугуров уверен, душевные раны народа, пережившего расстрелы, депортацию и лагеря, еще долго не заживут. Нас обманывали. Говорили, что отца осудили на 10 лет. Я по профессии горный инженер. Учился в Москве. Когда на пятом курсе нас распределяли на практику, я хотел поехать в Норильск. Думал, что там узнаю что-нибудь о своем отце. Только в 1957 году мы узнали, что его расстреляли еще в 1938-м. Я прихожу сюда и каждый раз как будто встречаюсь с отцом. Коммунисты и красные комиссары Советского Союза повинны в убийстве цвета казахской интеллигенции. Я думаю, что они должны понести свое наказание. И такие памятники должны сноситься по всему Казахстану. Лидер клуба Рухпентль Жамбулат Мамай считает, что казахстанцам необходим свой нюрнбергский процесс, в котором приговор должен быть вынесен в коммунической системе. По мнению Мамая, пришло время, когда Казахстан как самостоятельное государство должен дать независимую оценку своей истории. Надо выявлять людей, чьими руками уничтожалась казахская интеллигенция. Например, известно, что философ Ашакарима Кажи убил Карасартов. Нам нужно сделать черный список таких палачей. Недавно парламент Грузии ввел запрет на использование советской символики. Флаг коммунистов они поставили в один ряд с символикой фашистов. Мы тоже, как грузины и украинцы, должны дать свою оценку коммунистической системе. И я думаю, что как наследник советской власти, Российская Федерация должна попросить прощения у казахского народа. Демографу посчитали, если бы не сталинские репрессии, сегодня казахов могло бы быть 50 миллионов. А по мнению политологов, репрессии замедлили развитие общества. Возможно, сейчас мы жили бы в другом государстве. В государстве со своими демократическими традициями и нетерпимостью к диктатуре. Казахская интеллигенция в то время была очень влиятельной. Благодаря их интеллектуальной базе мы сохранились как нация. У других наций такой интеллигенции не было. Ни у таджиков, ни у туркменов, ни у киргизов. Из-за этого они во многом проигрывали. Например, Туркменистан был вынужден отдать часть земель Афганистану. Южная часть Узбекистана тоже отошла афганцам. Все это происходило из-за того, что у этих народов не было таких общественных деятелей, как алашардинцы. В памяти политических репрессий ни власть, ни общество не уделяют нужное внимание. Яркий пример за моей спиной. Это бывшее здание НКВД. Здесь расстреливали тысячи невинных людей. В 2000 году тюрьма должна стать музеем. Однако 6 лет тому назад бывший аким Алматы Тасмагамбетов его дал в частные руки. Это была программа «Власть Киезет» об акцентах, тенденциях и лицах минувшей недели. Все ваши власти. Всего вам доброго и до новых встреч. Почему Динара Назарбаева больше не вдохновляет Тимура? Я постоянно оказываюсь как-то всегда в нужное время. Почему ее не смог заинтересовать король Швеции Карл? Я спросила его, чем он занимается, он мне сказал, по чуть-чуть всем. Я поняла, что он не занимается ничем, поэтому села к нему вот так вот буквально спиной. Девушка, достойная королей. Откровение от Годи Ашкинаде. Смотрите только в эфире телеканала КАПлюс. Продолжение следует...